Свисток Я, типа, первый раз нормально вижу Москву-Сити, не приезжая на машине, а именно вот остановился и сделал даже фотографию. Кусочек Нью-Йорка. Хотя я в Нью-Йорке и не был. Я драчу у башни. Короче, квартира здесь стоит около от 100 миллионов. И фишка в том, что за 100 миллионов вы не зайдете домой с велосипедом. Курьер не может прийти и вам принести еду в вашу квартиру за 100 миллионов рублей. Вам надо спуститься его встречать. И если к вам пришли друзья без паспорта, то они тоже к вам не попадут. И это все за 100 миллионов вот в этом маленьком видео. Подрочу у башни еще раз. Что для тебя красота? Еблой или поступки? Убойная трава или вино и проститутки? Как хуя бабла, чтобы купить картину маслом? Или несколько бумаг, чтобы добраться на пупу? Нет, ну, Москву-Сити как раз-таки единственное, что мне понравилось пока что. А вы были там, да? Да. И что, как? Прикольно. Все такое дорого-богато. Выглядит классно. Ты видела, сколько там парковка стоит? Нет. Если я не ошибаюсь, 350 рублей в час. Но это, кстати, не самое дорогое, что я видел вообще. А 380 было самое дорогое, что я видел. А ты где? Это, короче, возле этого Фрэнк Байбаста, рядом с рестораном. Я тоже знаю, где это. Ну, в общем, это тоже в центре. И это, короче, тоже очень дорого. Ну, прикинь, 400-ки, вот за что? Я даже снимал историю, ты, наверное, видел же. Типа, я говорю, за что здесь мы платим 400 рублей почти? Платим. Что сделаем? Платим? Платим. Платим. This is on the ground. This is on the ground. В общем, вот даже Россия вроде такая стала творческой. Типа люди танцуют на улицах и все остальное. Но у взрослого поколения настолько глубоко сидит, что это, типа, дико, и это надо снимать там и все остальное. Это, конечно, немножко заставляет задуматься. А так? Прикольно. Ну, даже вот я по себе смотрю. Ну, для меня это абсолютно нормально. Там люди с розовыми волосами и все остальное. Но я все равно на это смотрю. Почему, я, короче, не могу понять. Ну, видим, настолько мы дикие люди, что ли. А знаешь еще, какая фишка здесь есть? Они, во-первых, считают себя неправыми, точнее, правыми в любой ситуации. А у меня тоже была ситуация. Чувак просто остановился на светофоре. BHX-5. Хозяевам BMW привет. Просто открывает багажник, выходит. Ну, всякое может быть. Красный свет. Я ничего не говорю. Ты что-то ищешь. Но когда загорелся зеленый, я ему в легкую посигналил. Сзади меня стоял Lexus. Он тоже ему посигналил, но уже посильнее. Он поворачивается и говорит. Вы не видите, я занят. Разорались тут ее. Прикинь. Ну, просто где логика. И все, он сел. Еще психанул. Ну, так, типа, быстро поехал. Все этого только и ждали. Да-да, мы хотели просто посмотреть, как он, блядь, поедет просто. Вот. Короче, дерьмо. Логика дерьмо. Хотели сходить на какой-либо матч. То есть играл, не вдумывайся в название команд, играл Локомотив, играл ЦСКА дома. Да, да. И Химки. Химки — это Московская область, а ЦСКА и Локомотив — это Москва. То есть у них стадионы стоят в Москве. И фишка в том, что относительно недавно Собянин принял закон то, что нужен QR-код. Но когда мы пришли, точнее, когда я покупал билеты на Химки, QR-код нужен был. Но когда мы были возле стадиона Локомотива и болельщики шли на стадион, QR-код, как все сказали, не нужен был. Сечешь, где логика? Так он у тебя вообще есть? Он у меня... Историю умолчивает. В общем. Ясно, ясно. Да, есть. Вот. И смысл в том, что, представляешь, вот в области, в маленькой городке Химки, химчане ничего личного, но как бы действительно маленький городок, там проверка сильнее, чем на большом стадионе. Вот как бы где логика. Такая себе история. И, в принципе, ну типа просто понимаешь, массовые мероприятия, ты должен быть с QR-кодом, но ты купил билет за там условно тысячу рублей, да, и тебе надо сделать ПЦРТ за три тысячи рублей. Заебись, очень выгодно. И причем, если ты через три дня еще куда-то хочешь сходить, добрый вечер, три тысячи рублей, пожалуйста. Ну, либо вакцины. Нет, ПЦРТ с три дня, 72 часа. То есть такая концепция. В российской премьер-лиге завершается в подмосковных Химках, где местная команда Химки принимает Рубин. И Химки находится внизу турнирной таблицы. Ну а Рубин по потерянным очкам первая команда. Нужно для того, чтобы оказаться на первом месте, сегодня команде Леонида Слуцкого побеждать. Их слышно на протяжении всего первого дайма, а вот болельщики футбольного клуба Химки, они так... Их слышно на протяжении всего первого дайма. Первую линию, на переднюю линию выступили. Ну и очень качественные дела у вас, и делал. Но Шапок аккуратно направил мяч в сердце в ворот под Дюпитер. А вот и за штрафной удар. И 1-1! Перерыв матча, и Химки Рубин счет 1-1. Игра не грубая, интересная. Стадион, где мы сейчас... Стадион, где мы сейчас находимся, вмещает 18 тысяч, но из-за ограничений коронавируса на данный момент где-то около тысячи всего допускают. Химки – это город Подмосковье, у них есть местная команда, основная в 97-м году, в 1997 году. Без особой какой-то истории, но это и нормально для такой молодой команды. Стадион, опять-таки, построен в 2008-м. Вообще, Химки основались из двух, точнее, соединение двух команд произошло, и вообще появилась вот местная команда. Поговаривают даже, что они являются фарм-клубом «Спартака». То, что команда играет в премьер-лиге, это очень круто для такого небольшого города. Ну, а мы же, конечно же, болеем за Рубин. Смотрим второй тайм. Смотрим второй тайм. Как вы думаете, почему люди болеют за ту или иную команду? Ну, во-первых, это по территориальному признаку обычно начинается открытый рогом, ты болеешь либо за команду, которая играет в твоей республике или области, но все проще, если она играет в твоем городе. Второй момент – это многие болеют за игроков, каких-то конкретно. Ну, это такое себе, конечно. Третье – это просто тебе нравится стиль игры команды, либо их форма там или еще что-то. Ну, скорее всего, больше стиль и как-то по духу ты к ним расположен. В общем, как понять, какая команда тебе нравится? Если ты за нее болеешь душой, головой, то это твоя команда. Ну что, 1-1 на самом деле для Рубина – это не очень неудачный результат, но тогда можно поздравить Химки с ничьей. Уютный стадион, на самом деле, мне понравился. Такая своеобразная атмосфера из-за того, что мало народу выглядит это немножко так по-дворовому, что ли. Вот, а так классно. Я считаю, что для таких городов, как Химки, это все равно большой футбол. Кайф. А, цены, езжайте. Да-да, давай. Коллегам просто говорю, чтобы они из меня ехали, а все равно договорились. Давайте, парни, пока. Пока.